Пенсионерка Мария Ефимовна Носова из Оксая спрашивает Почему отопление отключают в середине октября, а оплата начисляется за весь месяц? Та же история и в апреле, когда отопление отключают Мы уже отвечали на этот вопрос, но с радостью напомним нашим телезрителям Тут одно постановление для всей страны, номер 354 Оплата за отопление производится по показаниям общедомового прибора учета Когда включили отопление, тогда включается и общедомовой прибор Он реально покажет, сколько дом взял тепла И за него вы и заплатите в конце текущего, начале следующего месяца Каждый за себя Установить такие приборы дело тех, кто живет в доме Если собственники его не установили, то оплата в месяце отключения и подключения То есть в октябре и апреле будет рассчитываться по такому нормативу С 1 октября по 31 апреля из расчета 0,257 гигакалорий на 1 квадратный метр Это означает за октябрь, ноябрь, апрель начисление составит S умноженное на 0,257 гигакалорий умноженное на тариф, где S общая площадь квартиры 0,257 норматив потребления, а тариф это стоимость 1 гигакалорий Жила-была Светлана Тимофеевна Сергачева, коренная ростовчанка Разговаривала однажды она с подругой по телефону И та рассказала, что у них в доме в прошлом году сделали особую теплую крышу И все жильцы дома на нее не нарадуются И крыша новая, и снег на ней с сугробами не собирается Что это такое, спрашивает пенсионерка Отвечаем, это система антиобледенения кровли Сейчас такими оборудованы 36 зданий, в основном в центре Ростова-на-Дону Первые системы появились в 2013-м в Ленинском районе Системы антиобледенения установили по предложению администрации в ходе капитального ремонта по программе софинансирования По программе капремонта на 2016-й планируют установить системы антиобледенения на домах, на которых будут делать ремонт кровли Решить нужна ли дому теплая крыша должны сами жильцы Большинством голосов на общем собрании, так что все в ваших руках Установка проводится в рамках программы капремонта многоквартирных домов к чемпионату мира по футболу 2018-го года Жил-был на улице Мечникова дом пенсионного возраста Капремонта в его стенах никогда не было И системы электро- и водоснабжения, крыша, фасад и фундамент все износилось Загадал дом желание, новогодней ночи не дожидаясь, и оно исполнилось В новом году дом начнут ремонтировать по федеральной программе Жильцы его решили не откладывать средства на спецсчет, а воспользовались услугами регионального оператора Будем ремонтировать свой дом из общей кружки То есть сейчас на нужды нашего ремонта сдают остальные А потом будем мы сдавать, живя в отремонтированном доме, будем сдавать мы денежки Чтобы остальные также смогли воспользоваться вот этой возможностью На ремонт жилья в области в следующем году выделено больше 2 миллиардов рублей Все средства формировались из обязательных взносов собственников Недовольных начислением платежей в этом году гораздо меньше, чем в прошлом Рост платежей у нас отмечается по капитальному ремонту Собираемость взносов растет И люди видят реальные результаты, что деньги никуда не исчезают Они воплощаются в конкретных ремонтах Только в этом году в регионе отремонтировали больше 300 многоквартирных домов Из них 250 за счет средств собственников Кроме этого в Ростове починили 60 зданий по программе подготовки к Мундиалю 2018 года Завершены работы по устройству нижнего слоя асфальта и начата укладка верхнего Ремонтируют проезжую часть методом холодной регенерации Экономно и соответствуют самым высоким требованиям охраны окружающей среды В принципе по дорожному полотну у меня проблем нет А все остальное, где-то землю надо снять, где-то сделать разметку более качественную Где-то на поворотах подправить Работы выполняются от рабочей площади до улицы Полигонная Автолюбители новое покрытие уже оценили и ждут изменений на других дорожных объектах города Довольно Чисто, хорошо, вот только там, позади яма есть А так все нормально Ровно стало, починили Очень долго делали, ну вроде сделали более или менее нормально Можем порадоваться теперь наконец-таки Далее по программе детские сады Застройщик дошкольного учреждения в Ливенцовке устранил ряд недостатков после предыдущего посещения главы администрации Но к вводу садика в эксплуатацию еще не готов На вопрос, где мебель, Андрей Декун, директор департамента координации строительства, так и не дал ответа Но обещал, все будет к 20-м числам декабря Там у моих руководителей нет вариантов Они должны все сдать, ну они говорят до 25-го Вот все, кто к этому имеет отношение Будем поджимать, чтобы число 20-го мы рассчитали, что уже 25-го будет новогоднее настроение В детском саду номер 107 советского района Ростова строительство модульного блока на 50 мест давно завершено В здании установлены производственно-хозяйственное инженерное оборудование Современная система пожарной сигнализации Внешнее и внутреннее видеонаблюдение В комнатах уютно, есть мебель, игрушки и даже новогоднее настроение Групповая ячейка оборудована буфетной, туалетной комнатой, раздевальной комнатой В модуле имеется бытовой блок, рамка управления, в которой расположена система обогрева полов Бойлеры для оснащения горячей и холодной водой Уже через неделю здесь будет слышен детский смех и пахнуть вкусным детсадовским обедом Очередь в дошкольные учреждения города постепенно уменьшается В нашей прошлой программе мы рассказывали о житье-бытие Галины Галустовой и ее соседей Жизнь их изменилась с тех пор, как рядом с ними началось строительство многоквартирного дома и появился башенный экран Спокойная жизнь закончилась около полугода назад, когда рядом началось строительство многоквартирной восьмиэтажки Занервничали все соседи. Как так? Высотка в частном секторе Всегда был частный сектор, никаких проблем Я даже очень удивлялась, когда полезла смотреть зону застройки У нас была элитная зона застройки, индивидуальная Которая вдруг стала многофункциональной То есть теперь у нас можно строить даже до десяти этажей Теперь два-три раза в день Галина собирает в собственном дворе полный пакет строительного мусора К тому, что в двух метрах кипит стройка, женщина привыкла Даже приноровилась сушить белье, когда у рабочих перерыв Но осенью за забором появился примечательный сосед А утром, когда он заводится, сразу смотришь, куда он поворачивается, что он поднимает И не страшно Муж Галины остался инвалидом после серьезного ДТП Эта скамейка была местом его ежедневных прогулок Но с тех пор, как однажды на его глазах кран уронил пучок арматуры, мужчина прогулки прекратил Среди соседей, правда, есть и такие, которых не смущает соседство с подъемным краном Дом не такой большой, 8 этажей И, честно говоря, когда строилась, я тоже думала, вот вы видите, у меня двор И вот оно прямо вот, как бы, я тут цветы сажала, благоустраивала Думала, вот как плохо, ужасно будет это Когда я построилась, здесь сейчас 8 этаж гонят Я не чувствую дискомфорта Насколько мне известно, район по соответствии с градостроительным планом Поменял зону застройки в данном районе И я думаю, что это не первая, не последняя Строя, вернее, первая, но недалеко не последняя Остальных не радует, не то, что в 8 этажке на первом этаже будут магазины и офисные помещения Не обещанная там детская площадка Расстраивает то, что о смене застройки им не сообщили То, что дома их теперь упадут в цене Но больше всего страшит то, что на эти самые дома может упасть сам кран Или груз, который он поднимает Обращались и в стройнадзор, обращались и в технадзор И в прокуратуру, и районную, и городскую, и областную То есть и в департамент архитектуры мне написали номер документов В соответствии с которыми установлен кран То есть это все оказывается по нормам Когда вот над вами противовес висит Сюрпризом стал ответ из Ростехнадзора Там группе жильцов с улицы Городской отказали провести проверку на объекте Оснований для визита нет, так как нет сведений о регистрации в госреестре опасных производственных объектов К которым и относят те, где работает такой подъемный механизм И кран по адресу Курганная 44-1 в Ростехнадзоре не значится Однако здесь работают строгие правила Не подлежат регистрации в органах гостехнадзора только следующие краны Первое. Мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 тонн Второе. Краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 тонны Третье. Краны стрелового типа, не снабженные механизмом поворота А также переставные краны для монтажа мачт, башен, труб Краны мостового типа и башенные краны, используемые в учебных целях на полигонах учебных заведений И, наконец, краны, установленные на экскаваторах и других технологических машинах Которые используют только для ремонта этих машин Если вы и ваши знакомые оказались в непростой жизненной ситуации Звоните и пишите нам, как связаться указано на экране Мы очень хотим вам помочь А пока другая история Жил-был Максим Ковалев По рабочим делам на собственном автомобиле всю область исклесил Случалось, что и штрафы были Только вот не спешил их Максим оплачивать До тех пор, пока не дошла до него новость С нового года судебные приставы имеют право забрать у должника водительские права До тех пор, пока он с долгами не рассчитается Каждый рабочий день Максима начинается одинаково Сел в машину и, не теряя времени даром, отправился в путь Мужчина работает экспедитором Однако этим утром Максим не спешит Оставляет машину на парковке Часто езжу, в том числе за город Периодически приходят постановления из ГИБДД Приходят по почте Часто в свое время не доходят Оплачиваю не все, не вовремя Я иногда не собираюсь Думаю, плачу потом, потом Я собрался в производство Долго на 8 тысяч И если не заплачу, то теперь же могут забрать права Дабы не доводить до такого То буду оплачивать штрафы Максим отправляется в банк Будем надеяться, его примеру последуют и многие другие должники Граждане, которые не платят вовремя алименты и штрафы Рискуют временно остаться без права на управление автомобилем Госдума наделила судебных приставов таким способом Воздействовать на должников с 15 января будущего года Судебный пристав выносит постановление Об ограничении специальными правами должника После чего данное постановление Направляется в орган уполномоченный Ошлять надзор Если должник был предупрежден о возбуждении исполнительного производства Свои обязательства в пятидневный добровольный срок не исполнил Пристав может принять решение об ограничении его специальными правами И в данной ситуации ограничение специальных прав будет применяться не только в отношении водительских удостоверений Но и также в управлении морскими, воздушными судами, квадроциклами и иными видами автомототехники Опять же, этот закон у нас подпадает в том числе и многие водители Которые нарушают правила дорожного движения То есть в отношении которых органами ГИБДД вынесены штрафы за нарушение правил дорожного движения И безусловно, наверное, уже на сегодняшнем этапе люди, имеющие задолженность Прежде всего по штрафам ГИБДД, по элементным обязательствам Должны интересоваться собой, должны понимать, что если у них есть неоплаченные штрафы То их немедленно надо оплачивать Эту меру воздействия не будут применять к тем, для кого транспортное средство является единственным инструментом заработка и содержания семьи А также к инвалидам первой и второй групп Оплатить долги можно даже при помощи Сбербанк Онлайн и Яндекс.Деньги Проверить, нет ли у вас неоплаченных задолженностей Вы можете на официальном сайте службы судебных приставов И будьте внимательны После внесения оплаты в счет погашения задолженности И тем моментом, когда бывшему должнику вернут разрешение на выезд, например, за границу Может пройти до двух недель И вот чтобы запланированная поездка на новогодние праздники не сорвалась в последний момент За должностями надо разобраться как можно скорее В новом году многофункциональных центров на Дону станет вдвое больше Причем вырастет количество предоставляемых федеральных услуг в МФЦ Среди них услуги Росреестра, Миграционные службы, Пенсионного фонда и многие другие Сейчас в Донской столице 203 окна многофункциональных центров оказывают 185 услуг С 1 декабря в МФЦ переданы еще 82 региональные услуги Со следующего года изменится также и порядок поступления средств в бюджет от уплаты госпошлины Принято решение о передаче части пошлины от уплаты федеральных услуг в муниципальные бюджеты Оставшиеся 10% от федеральной пошлины, которые остаются в областном бюджете Они будут направляться на обеспечение деятельности сети МФЦ и ее развитие на областном уровне Всего в этом году через многофункциональные центры жители Дона получили 3 миллиона услуг и консультаций Здесь помогут правильно выйти на пенсию, получить статус ветеран труда Специалисты центра расскажут в какой срок и какие документы нужно предоставить В рамках этих жизненных ситуаций в МФЦ можно получить 11 услуг пенсионного фонда И 6 услуг в сфере социальной защиты населения при наличии категории ветеран труда Для того, чтобы это получить, заявитель обращается в МФЦ, проходит консультацию по жизненным ситуациям Мы предлагаем заявителю необходимый перечень или возможный перечень услуг, которые он может получить в рамках этой жизненной ситуации И по выбору заявителя консультируем по необходимой услуге И, соответственно, можем предоставить ряд услуг пенсионного фонда В настоящее время это 3 услуги пенсионного фонда, которые мы можем предоставить в МФЦ По остальным услугам мы проводим консультацию Определяем перечень необходимых документов для оказания этой услуги И подсказываем заявителю о том, каким образом эту услугу возможно получить в пенсионном фонде Со временем этот перечень будет расширяться МФЦ максимально берет на себя все услуги пенсионного фонда и социальной защиты населения Все для того, чтобы заявитель мог получить все услуги в одном окне Скоро сказ ведется, да не скоро дело делается Особенно если не знаешь, кто в нелегком деле помочь может Звоните нам, и мы с нашими экспертами расскажем вам, куда обратиться за помощью Ждем ваших историй по бесплатному телефону 8 800 500 8 642 Четные цифры по убыванию запомнить очень просто Все ваши звонки фиксируются Спасибо, что доверяете нам Увидимся ровно через неделю Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»